Шалом, вы смотрите новости на первом еврейском. Главное за 7 минут в студии Анастасия Воронина. Сегодня выпуски. Мы будем едины. Многотысячный марш против антисемитизма прошел в Берлине. Новый рекорд. Израилю присвоили звание страны с самым большим трафаретным граффити в мире. Запах хвои и цитруса. Горско-еврейская община отметила Суккот. В Берлине более 10 тысяч человек приняли участие в марше против антисемитизма, который подготовила правозащитная организация «Неделимые». Под лозунгом «Мы будем едины» шествие началось от площади Бебеля, где нацисты жгли книги, противоречащие фашистской идеологии. А завершилось у новой синагоги в центре столицы. Жители других немецких городов в знак солидарности жертвами нападения на синагогу в Галле тоже поддержали эту акцию. Неравнодушные люди несли флаги «Нет нацистам» и правый террор угрожает нашему обществу. Воспитанники Калужской школы-интерната номер один увековечили память погибших в гетто во время Великой Отечественной войны. Трагическая история былых лет, рассказанная на классном часе, очень тронула ребят. Они решили облагородить место мемориального знака, посвященного мученикам. Учащиеся восьмого класса вместе со своей учительницей Ириной Кучиевой убрали территорию от мусора и своими руками сделали выжигание с надписью о безвинных жертвах фашизма. Джейм Эйм, 46-летний уроженец Великобритании, с 2006 года проживающий в Израиле, создал трафаретное граффити общей площадью 267 квадратных метров. На произведении запечатлена сцена из комедийного мультфильма «Лего фильм Бэтмен». Эту картину признали самой большой в мире. Успех Джейма Эйма, другие работы которого украшают стены в Голливуде, Нью-Йорке и стене безопасности в Израиле, записали в книгу рекордов Гиннесса. Ранее самое высшее достижение по трафаретному граффити принадлежало Объединенным Арабским Эмиратам, изобразившим сцену из мультфильма «Супермен против Бэтмена». С танцами и песнями, цитрусами и хвоей. В новом общинном центре в Сокольниках большая дружная семья горских евреев отметила Сукот. О красочном празднике Кущей расскажет наш корреспондент. Этот праздник пахнет хвоей и цитрусами, а над головой обязательно должны быть звезды. А если не эти небесные светила, то уж точно еловые ветви. Шалаш с такой крышей – единственное укрытие евреев в праздник Сукот. Праздник Кущей горские евреи Москвы отметили в своем втором доме, на территории нового общинного центра в Сокольниках. Его активно обживают. Недавно здесь встретили 5780 год. Теперь пришла очередь самого красочного праздника. Организовать вечер для большой и дружной горско-еврейской семьи помог президент Международного фонда СТМЭГи Герман Захарьяев. Страница знаменитых хроник Иосифа Флавия еще помнят, как Сукот Иерусалим превращался в одну большую площадку для карнавалов, а люди танцевали с факелами в руках. Сегодня в холе Амоид Сукот продолжают поддерживать традиции. Веселится в праздник большая митцва. Этот день в еврейском календаре единственный, по отношению к которому в Торе три раза упомянуто слово «радость». Сколько дней уже сегодня Мушер Абейну с нами? Четвертый вечер, четвертый день праздника начался. Еще не было ни капли дождя, не упал на пол этой сухи. И в Москве тоже. Это большое дело. Это уже говорит о том, что Бог, Штина, Он с нами. Авныров Шалумов с собой на праздник решил взять самых близких – друзей. Я чувствую радость, я чувствую веселье. Это самый веселый праздник. У всех, слава Богу, хорошее настроение. И еще радостней было от звуков музыки. Этот праздничный вечер украсил голос любимого певца горско-еврейской общины. В дни трепета калининградская еврейская община почтила память солдат, погибших в Первой мировой войне. Провела церемонию возложения цветов, на тематической выставке вспомнила исторические события прошлых лет и подготовила торжественный концерт. Подробнее в нашем следующем сюжете. На старом иудейском кладбище Кёнинсберга лежат солдаты немецкой и русской армии, разделенные подданством и линией фронта, но объединенные одной религией. В церемонии возложения цветов у монумента героям Первой мировой войны на Гвардейском проспекте Калининграда приняли участие представители Минобороны России, атташе посольства и Генерального консульства Германии. Вспоминаем вот эти судьбы этих евреев, которым выдалось жить и служить, и пасть за Родину в те сложные времена. И для нас, наверное, это очень важно. Открытие мемориального знака на еврейском кладбище приурочили к 105-й годовщине со дня сражений на территории нынешней Калининградской области. На церемонии открытия, которая сопровождалась почетным караулом, выступили генеральный консул Германии Ханс Матерн и заместитель командующего Балтийским флотом Андрей Палей. Наша задача, чтобы больше не рвались бомбы, не гремел гром над нашей Родиной, чтобы люди всех национальностей, всех веровоспорежданий жили в мире. Газеты, карты, очерки, фото полководцев, их форма и военные факты переносят в историю прошлых лет. В новой Калининградской синагоге, в музейном пространстве которой, участники церемонии познакомились с выставкой «Евреи на Великой войне». Вот тот самый юноша, он не погиб в бою, он погиб при взрыве водонапорной башни в Инстербурге, в Черняховске. Среди множества интересных вещей выделяется работа немецкого художника Эрнеста Либермана. Портрет солдата царской армии, горского еврея. Выставочные экспонаты хранят в себе память о всех погибших в годы Первой мировой войны. Спустя сто лет не надо делить те кости, которые находятся в тех могилах. Надо воздать должное тем людям, которые исполнили свой долг до конца. Память, доблесть и гордость о героях, отдавших жизнь за светлое будущее, о тех, кто не жалея себя сражался за Родину, будет бережно храниться в сердцах, в стихах и песнях. Это все новости на сегодня. Всего доброго и до встречи.